А есть ли мальчик? На улицах Оренбурга появились люди, которые собирают деньги на лечение ВИЧ-инфицированного ребенка Олега Семенюка. Как утверждает один из них, мужчины приехали из Украины, об этом рассказали телезрители. При этом людей, как и наших корреспондентов, насторожило ряд фактов. Ирина Кривобокова попыталась выяснить, для чего действительно собирают деньги и возможен ли контроль за подобными благотворительными акциями. Я приехал помочь женщине, потому что на Украине это невозможно. Сами видите, если смотрят телевизор, война страшная, жуткая. На Украине живет сам Виталий. Он рассказал, что с Оксаной Семенюк познакомился в социальных сетях. Наткнулся на объявление, что ее маленькому сыну нужны деньги на лечение. Так и решил помочь. По словам Виталия, маленький Олег получил ВИЧ от своей матери, находясь еще в утробе. И теперь ему постоянно нужно принимать противовирусные препараты. Вместе с еще двумя парнями Виталий пытался собрать деньги и в других городах. Потом приехал в Оренбург. Конечно, в одном городе нас и полиция забирает. В принципе, у нас есть все действительные документы, которые все подтверждают. В принципе, могут только штраф накласть за то, что ходим по проезжей части. Так оказалось, с Оксаной Семенюк молодые люди даже заключили договор о том, что часть денег, которую они насобирают за день, женщина оставит им. И если учитывать, что она одна, содержит двоих детей, то сумма эта не такая уж и маленькая. С этого мы почти ничего не имеем. В принципе, получаем мы на трех человек две тысячи рублей, чтобы снять квартиру и что-то покушать. Вот в чем мы насобирали за день, все и отправляем. Она присылает нам на карточку две тысячи рублей. А две тысячи это в день? Нет, в сутки. Кроме того, судя по документам, ребенок гражданин России. Семей Семенюк живет в городе Зернограде Ростовской области. Сегодня в Оренбургской областной клинической инфекционной больнице нам рассказали, что на всей территории России детей с диагнозом ВИЧ лечат бесплатно. В том числе и выдают препараты. Мы позвонили по номеру, который дали ребята, что собирают деньги. Женщина представилась Оксаной, мамой больного мальчика. При этом пояснила, что деньги нужны не столько ребенку, сколько ей самой. По ее словам, сейчас она содержит своих детей одна. У меня просто такая ситуация, что мне нечем за квартиру платить. Я уехала от него, она сама здесь карабкает. Ребенку определенные лекарства не нужны, если вы немножечко знаете об этом заболевании. Просто поддерживаю организм. Препараты все в аптеке доступны. Ответила женщина не на все вопросы. В определенный момент просто прервала разговор и на связь больше не выходила. Выключенным позже оказался и телефон Виталия. Не удалось нам найти в социальных сетях и страничку женщины с просьбами помочь ее ребенку. Председатель областной общественной организации Орен Он говорит, что в подобных случаях есть повод не доверять людям. По ее словам, это сомнительные попытки сбора денег. В данной ситуации мне вообще не понять, как это так. Ребенок находится в Ростовской области. Деньги собирают в городе Оренбурге. Не видя ни ребенка, ни семью, ни вообще ничего. Я считаю, что если случилось вдруг горе в семье, то обязательно есть какие-то организации, которые этим занимаются. И надо обращаться к ним. Это есть. И оно, наверное, и будет до тех пор, пока мы вот так вот относимся к этому. Что вот нас попросили, мы должны что-то сделать. Мы не беремся судить, насколько оправданы действия молодых людей на улицах Оренбурга. Возможно, ребенку действительно нужна помощь. Помогать или нет, каждый решает сам. Тем не менее, сегодня мы обратились в управление по социальной политике администрации города Оренбурга. Там пообещали отправить запрос в город Зерноград, где предположительно живет маленький Олег со своей мамой. В течение месяца из клиники этого города должны подтвердить или опровергнуть, стоит ли мальчик на учете с ВИЧ-инфекцией и насколько его семье необходимы средства.